Одна из самых главных и полезных вещей на кухне. Также для маленьких кухонь хорошее решение. Здесь у нас интересные решения. На самом деле это не сложно. Меньше слов, больше дела, как говорится. In My Room – это маркетплейс красивой мебели. Заказывайте тысячи товаров с доставкой в любой город. А пока смотрите наше новое видео и вдохновляйтесь на переделки. Как вы можете обратить внимание, фасады сделаны до потолка. Эти ящики настоящие, хоть и мы ими практически не пользуемся, но, во-первых, в них можно что-то угать, во-вторых, они завершают кухню, и когда она сделана в потолок, это смотрится гораздо более хорошо. При этом вы видите, что между верхом ящиков и потолком есть зазор порядка 4 сантиметров. Почему так произошло? Когда мы заказывали кухню, у нас еще не было ни пола, ни потолка. И поэтому я рекомендую вам не заказывать кухню до того момента, когда у вас не ляжет пол. Потому что потолком вы можете сыграть, вы можете знать, сколько вам потребуется сантиметров отступить от потолка основного до навесного. А вот пол – это всегда в некоторой степени лотерея. Поэтому, если вы хотите минимизировать зазор перед потолком, заказывайте кухню после того, как у вас уже будет пол. Обязательно выводите как можно больше розеток в вашей рабочей поверхности кухни, в разных местах. Например, у нас выведена розетка вот сюда, около окна. Еще несколько розеток выведено на обратную сторону кухни и около плиты. Также я рекомендую использовать кран с гибким изливом, потому что, во-первых, это очень удобно с точки зрения мытья посуды, мытья раквины. И когда у крана есть второй вентиль для подачи фильтрованной воды, это тоже очень удобно и минималистично, потому что отдельный краник на фильтрованную воду – это всегда что-то лишнее. Мы от этого стараемся избавиться. Одна из самых главных и полезных вещей на кухне – это на самом деле измельчитель бытовых отходов. Многие их боятся, многие думают, что измельчитель нельзя ставить во всех квартирах. На самом деле это не так. Практически в любой квартире можно поставить измельчитель. Эта штука уже далеко недорогая, ее можно себе вполне позволить, но то удобство, которое вы получите в обмен на установку, вы просто не представляете, как это здорово. Над телевизором идет несущая балка. Ее лучше всего видно в проходе в коридор и на кухню. К сожалению, с этой балкой ничего сделать нельзя, но можно попробовать с помощью стен обыграть ее, чтобы она была максимально незаметна. Например, в нашем случае на месте, где сейчас висит телевизор, стены не было. Она начиналась где-то в полутора метрах дальше, и через всю квартиру проходила та самая несущая балка, образовывая коридор. Благодаря этому коридору, потому что мы от него избавились, у нас получилось привезти сюда ванную, что тоже очень важно, мы попозже об этом поговорим, потому что ванная в типовой хрущевке очень-очень маленькая. Также обратите внимание на двери скрытого монтажа. Как я уже говорил, в квартире такого размера главная минималистичность, и благодаря такой установке дверей мы избавляемся, во-первых, от большого наличника, мы избавляемся от того, что дверь будет бросаться в глаза, потому что она из другого материала, нежели стена. И когда мы делаем двери скрытого монтажа, мы можем внешнюю отделку сделать такой же, как и остальная стена, даже если это декоративная штукатурка. Поэтому, в принципе, со стороны ничего в глаза не бросается. Ровная стена, на которой просто есть ручка, а за ней уже скрывается дверь в спальню. Ну и вот наше основное место хранения, наша гардеробная. Здесь, как мы и говорили, мы заложили стену и сделали другой проход для того, чтобы было больше места. Здесь во всю эту стену шкафы для хранения разных наших предметов. И гардеробная, где умещается абсолютно вся наша одежда. Это очень удобно. Мы сделали два рейла. Здесь висят какие-то длинные вещи и короткие рубашки и так далее. Хранится здесь также и гладильная доска и сушилка. А также здесь хранится пылесос с зарядным блоком. То есть тут тоже мы предусмотрели розетку. Отличное решение для тех, кто хочет освободить пространство и не загромождать комнату шкафами. Вот создать такую гардеробную. Обычно в кладовках все сваливается и хранится не пойми как. Вот нам получилось решить этот вопрос вот таким образом. Рекомендую, если есть такая возможность, превратить вашу кладовку в гардеробную. Из гостиной мы проходим на нашу кухню. Кухня небольшая, 5,5 квадратов, 5,25. Здесь эту проблему, то, что она маленькая, мы решили кардинально небольшой перепланировкой. Можно увидеть, что здесь прям ниша, в которой утоплен холодильник, полки, очень много вещей там помещается. На самом деле раньше и во всех таких квартирах здесь проход в коридор. И вот из этого прохода уже осуществляется вход в комнату, в гостиную. Этот коридор мы разделили на две части. Со стороны прихожей там зона для хранения курток. Здесь зона для холодильника и кастрюль всего подобного. В дверной проем мы также переносили. Несмотря на то, что у нас была перепланировка небольшая, но все же наш ремонт занял всего два месяца. Как видите, холодильник у нас совсем небольшой, но абсолютно точно хватает на двоих людей. И зато здесь большое пространство для хранения всяких ненужных вещей, которыми постоянно мы не пользуемся. Все лежит здесь. Что еще дало возможность нам удачно спроектировать небольшое пространство кухни? Это небольшая поверхность, небольшая мойка и небольшая варочная панель. Они сделаны специально, максимально далеко друг от друга, чтобы вот эта часть была под приготовление еды. Так как мы с Лешей очень любим готовить, и у нас очень часто гости, для которых мы тоже с удовольствием готовим, это для нас было максимально важно. И теперь достаточно много места, чтобы даже вдвоем застоять и готовить. Также для маленьких кухонь хорошее решение. Это трехконфорочная варочная панель. Она у нас газовая, но также индукционная тоже есть на три конфорки. И четырьмя, как оказалось, ты не пользуешься так часто, поэтому три нам вполне достаточно, а это еще 15 сантиметров полезного места для приготовления еды. Было трудно понять, какой высоты все-таки будет столешница, и какой высоты будет кухня, поэтому мы отмерили его достаточно высоко сразу. Это, на самом деле, не вполне удобно для мытья. И если будете такое же решение, как у нас, применять, очень советую делать две открытых зоны, то есть и эту часть открывать, и эту, чтобы было удобнее потом мыть. Здесь есть очень удобный ящик, который открывается одним движением, и в нем хранится практически вся необходимая посуда. Здесь тарелки, стаканы, чашки, столовые предметы, разная утварь и кастрюли-сковородки. Удобно, что не надо открывать много ящиков. Все за одним фасадом. Слева находится посудомоечная машина. Здесь у нас интересное решение. Шкафчик от Икеи на 60 сантиметров. В него встроена узкая посудомоечная машина на 45, и за счет этого сбоку организовалась система хранения для моющих средств. Для меня это кажется очень удобным. Картины моей дочки очень недороги, и эта стена почета была обязательным элементом, который я озвучила дизайнеру, для того, чтобы она вписала это в мою новую квартиру. Некий лайфхак. Картины для того, чтобы не портить стену, повешены на липучке. Их можно снять и повесить обратно. Я присоединил кухню к гостиной. Она у нас очень маленькая, 4 квадратных метра, 2 на 2, но отдельно она была вообще очень тесной. Для того, чтобы получить разрешение на присоединение к кухне, мне пришлось обрезать газ. Вот здесь еще видно следы сварки. Это сотрудники МОЗГАЗа на транзитной трубе отрезали отвод, который приходил на старую кухню. По поводу отключения газа в квартире. На самом деле это несложно. Подаешь на сайте МОЗГАЗа заявку, в течение месяца с тобой связывают, назначают дату выезда бригады, оплачиваешь по тарифу, и специалисты газ себе в квартире отключают. Выдают справку, и на основании ее у тебя официально присоединенная кухня к общей зоне. Отдельно хочу сказать по поводу сноса старых межкомнатных стен. В комментариях многие пишут, что это не есть хорошо, что, мол, уменьшается прочность потолка, он провиснет, будут какие-то проблемы не только у меня, но и у соседей. Это не так. Межкомнатная стена, вот как новая, она строится после установки потолка и не несет никакой опорной функции для него. Здесь 5,60 между капитальными стенами, на которых лежит монументальная бетонная плита. А межкомнатная стена, но это все равно, что шкаф-купе, который поставили до потолка, он вроде бы большой, монументально упирается в потолок, но если вы его уберете, потолок от этого не пострадает. Немного про необходимые переделки для старой хрущевской квартиры. Так как я ставлю дополнительное электрическое оборудование, пусть и не самое мощное, то я заменил полностью всю проводку. Вот здесь установлен электрический шкаф, отдельные новые автоматы на все электрические приборы, которые я поставил дополнительно в квартиру. Также заменена вся подводка от стейка. Ванная комната. Был установлен раздельный, стал совмещенный. Здесь я построил инсталляцию. Внутри ее будет еще водонагревательный бачок на случай отключения воды. В этой зоне столешница с умывальником и огромная душевая зона метр на метр, что самое главное, я считаю, для комфорта. Несмотря на то, что кухня отгрызла у туалета целый кусок под холодильник и шкаф, здесь достаточно места осталось для умывальника и встроенной в нишу под столешницу стиральной машины с сушкой. А теперь давайте обратим внимание на окно в зоне гостиной. Тут на самом деле все просто. Я вам расскажу о тех самых решениях, которыми вы сможете сами воспользоваться, без сторонних подрядчиков. А вот это все было куплено в виде мебельного щита и подоконник, и вот эти вот стоевые просто на строительном рынке. Сами, ну правда, с помощью лазерного уровня разметили все. Сделали вот такие вот, скажем так, держатели для полок. Это тоже поганаж. Самая обыкновенная дешевая рейка. Ну и, соответственно, все это собрали и потом покрасили в цвет стен. Единственное, на подоконниках использовали краску, ну, скажем так, более устойчивую к истираниям и прочее. Экраны на радиаторы съемные. Они также сделаны из самого обыкновенного поганажа, то есть рейка круглого сечения, рейка прямоугольного сечения. Все это можно снять, помыть. Здесь выпилены подходы труб. Что хочу отметить? Ремонту больше трех лет. И когда вот люди боятся тому, мы не будем закрывать радиаторы, это страшно, там покоробит всю историю у нас с полками. Это самое дешевое сырье, которое, понятно, где-то покрутило, где-то там выгнуло, но с ним не произошло ничего там сверхъестественного, того, за что переживают. Поэтому на самом деле, ну, меньше слов, больше дела, как говорится. Не бойтесь, пробуйте своими руками. Вы получите, на самом деле, огромное удовольствие, когда у вас это все соберется. Что хочу сказать про шторы в таких, ну, не то чтобы в таких квартирах, а конкретно вот в такой истории. Когда вынесено это все от стены с окном, когда есть модули для хранения, если еще добавить сюда штору миллиметров на 150, соответственно, вы еще больше отодвинетесь от окна и уменьшите свою комнату. Поэтому просто воспользуйтесь, ну, в данном случае это плиссе. Можно полностью закрыть наверх, можно поднять нижнюю часть, опустить. В общем, история удобная, и она не съедает места. То есть вот эта ткань, она не съедает комнату. У вас, ну, большое чистое пространство вокруг окна, и это всегда будет выглядеть лучше, чем зашторенная стенка. Поскольку планировка у нас не менялась, это самая, наверное, простая, маленькая, стандартная кухня вообще для всей страны. И самая частая ошибка, которую совершают люди, они оставляют на ней холодильник, и тут становится тесно, потому что вроде бы всего лишь холодильник, но его ставят либо здесь, либо его ставят вот в углу, где сейчас у нас находится оператор, и становится супер неудобно. Мы его убрали вон туда, в коридор, вы его видите в конце. А здесь оставили, соответственно, нижние базы, верхние, двухкомфорочная плита газовая, газовая труба у нас идет здесь. Ну и, соответственно, спокойно у нас здесь размещаются три посадочных места, соответственно, для главного у нас героя малыша и для родителей. По поводу плинтуса тоже мы на это не обращали внимания в других помещениях. Это не специальный плинтус, это обычная, опять же, рейка 4 на 2 сантиметра, которую просто присверлили к стене и потом покрасили в цвет стен. Поэтому решения во всей квартире очень простые. Кстати, на всех внешних углах сделаны вот такие вот тоже деревянные рейки, которые препятствуют сколам от каких-то ударов, когда вот тут на машине ребенок вырывается везде. Поэтому тоже обратите на это внимание, когда это покрашено в цвет стен, этого не видно, но очень сохраняет от сколов. Продолжение следует...